На отчетном юбилейном концерте выступили все юные участники клуба «Дорога добра». Занятия вокалом, бальными танцами, поэтическое и песенное творчество укрепляют потенциал здоровья детей, уверены учредители и основатели клуба. Приглашаю в наш клуб детки, которые у нас есть в Анапе, с какими-то возможностями здоровья ограниченными. Вы не пожалеете. Это так замечательно, что наши дети развиваются, что наши дети теперь верят в себя. Положительный опыт таких занятий подтвержден. Ребята в возрасте от 5 до 14 лет, которые занимаются в клубе с особенностями физического здоровья. Также сюда приходят дети, имеющие разные проблемы со здоровьем. Не было приемных комиссий, строгих взглядов наставников, требований по росту, по возрасту, по весу. Требовалось только терпение родителей и огромное желание детей. И это вовсе не значит, что в нашем коллективе нет места талантам. Талант, наоборот, есть. Он спрятался очень глубоко, и не всегда его можно невооруженным глазом найти. Тут требуется любовь, сострадание и вера. Вера в то, что даже невозможно, возможно. Занятия в клубе «Дорога добра» бесплатные. Основательница и руководитель клуба Людмила Комарова вместе с детьми сочиняет, разучивает песни. Ее воспитанники успешно выступают на концертах, конкурсах и фестивалях. Я даже когда маленькая была, я всегда говорила, что я всегда буду петь. Со всеми все со мной спорили, а я все говорила, я буду петь, петь и петь. Вика, она стала ходить в клуб, ну и позвала меня с собой. И так мы начали ходить вместе. Мне понравилось, мы пели дуэтом, поодиночке, ансамблем. Это было очень классно. Мне нравится ходить в этот клуб. Никита Чичурин поет с первых дней основания клуба. Лауреат всероссийского конкурса «Синёка» и «Анапа». Пел на закрытии Паралимпиады в Сочи. Недавно ездил поступать в Москву в музыкальное училище и поступил. Мы с Людмой Викторовной за эти годы прошли очень много испытаний, очень много счастья повидали, бывали на всех сценах. И в Краснодаре выступали, и в «Анапе» на всех сценах, на всех праздниках. И я очень сильно ее благодарю за то, что она открыла этот клуб, и то, что многие дети с ограниченными возможностями здоровья пришли сюда и нашли для себя свой мир. Участники клуба на пятилетний юбилей порадовали зрителей своими концертными номерами, исполнили песни, которые уже полюбились многим анапчанам. Ребята и дальше будут продолжать творческое развитие и завоевывать высокие звания, награды и победы в сфере культуры.